Дмитрий Скребец уже второй год подряд работает наравне со строителями. В будущем умение справляться с инструментами пригодится, считает студент Брестского государственного технического университета. Работы не боится, параллельно следит за тем, как проходит процесс. Он командир студотряда. Как юноша проведет каникулы, вопрос не стоял. Активист БРСМ вместо отдыха в родном столе не предпочел потрудиться. В прошлом году я работал здесь же, в МК-17. В этом году хотел заработать, набраться еще больше опыта бесценного. Именно так рассуждали и товарищи Дмитрия. Андрей Мехнюк уже пятикурсник. Свои каникулы вспоминает, всегда проводил работы в студенческих отрядах. Дело нравится, участвовать в облагораживании любимого города приятно. Плюс рядом друзья. Слаженно, а потому и эффективно проходит рабочий процесс на этом объекте. Здание будет намного красивее. Здесь делают вентилируемый фасад. Будет отделано плиткой. Будет очень красивое здание. А сколько вы уже работаете на объекте? На объекте мы работаем уже третью неделю. За это время уже сделано немало. С утра до самого вечера на объекте идут строительные работы. Глядя на то, с каким энтузиазмом ребята подходят к делу, сомневаться не приходится. Совсем скоро здание гостиницы обретет иной вид. Ребята работают на разного рода объектах. Это и строительные, строительство западного обхода, строительство налоговой инспекции областной на улице Малой, на которой мы сейчас находимся. Это и строительство жилого комплекса, интендантский. Объектов более чем предостаточно. Более двух тысяч ребят, которые будут работать у нас в разного рода отрядах и на разных объектах. Не только города, области, но и всей страны. Интерес у молодежи есть, а значит план трудоустройства будет выполнен. Помимо строительной отрасли, юноши и девушки могут применить свои способности в других сферах. Среди молодежных отрядов – педагогические и сервисные. В планах Брестской городской организации БРСМ создание экологических. В них будут входить добровольцы, которые станут помощниками спасателей. Вместе с огнеборцами им предстоит следить за обстановкой в городе. В фокусе внимания – лесопарковые территории.